Приветствую вас, друзья! Это снова Маха. Мы с вами находимся в городе Москва, планета Земля. Привет! Я начинаю свой приветственный осенний репортаж. С днем рождения всех, кто заново у нас родился. Потому что каждую секунду мы рождаемся заново. Если кто-то не узнает, то я вам расскажу такой большой секрет. Слушайте, ну прикольно на роликах. Это мы что с вами делаем правильно? Новые нейронные связи формируем и закрепляем их действиями. Меня трясет, как на катапульте, когда из космоса на Землю. А вон девчонки-королевы у нас. Ловим знаки. Отлично. Вот я пока буду с вами научаться кататься и формировать новые нейронные связи. Ну что, я так вспоминаю, как на коньках, на роликах. У меня, кстати, эти ролики чуть-чуть большеваты мне. Надо, конечно, приобретать свои. Но благодарю Ярослава, который мне дал возможность. Благодарю тебя, дорогой. На то, чтобы сформировать новые нейронные связи. Вот так они формируются. Действие должно быть какое-то конкретное у вас. Для того, чтобы вы чувствовали себя новым в новой реальности, в вашем новом пространстве. Потому что в новом пространстве вы можете только оказаться лишь новым. То есть вы в старый не можете попасть. Почки шика. Да. Ну, сейчас Ярослав снимет почки. Офигенные. Просто обалденные почки, которые распустились уже. Еще пока не зацвели. Но мы поедем. У меня сегодня будет сюрприз. Вам. Это такой у нас маленький анонс роликовый, да? Формирование новых нейронных связей. Посмотрите, какие они высшие. Посмотрите, какие они классные. Посмотрите. Класс. Посмотрите, какие они классные. Вообще прелесть. Вот так вот пробуждается природа и человек. Подержи, я сниму. На паузу ждал? Нет? Нет, нет, нет. Работу. Кстати, можешь заснять майку. А, вот майка Ярослава. Смотрите, какая классная. Вот. Кому такие майки? Вы можете сделать это сами, да. Я долго думал, как прикреплять нашивку к одежде. Вот вам еще один лайфхак от Ярослава Старухина. Думал, что надо на липучку, еще что-то. Оказывается, нет. К нашивкам прилагается иголка и набор ниток. И ты осознанно должен лично обметать. Совершенно верно. И что-нибудь туда, какой-нибудь лайфхак запустить. Желание какое-нибудь загадал-то? Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Посмотрите, как птички поют. Ой, прелесть. А я в меховой жилетке, да. Потому что мне еще пока что ветерок дует. Делаю фонарики, фонарики. Опять-таки, спортивная, да, у нас есть спортивная часть. Программы, которая тоже нас укрепляет. Прыг. Ой, ой, ой. Прыг-скок. Опа. Вот эти моменты у меня еще не так слаженно получаются. Но ничего, уже с каждым разом будет все лучше и лучше. Так. Вот интересно, как правильно выбирать ролики, а? Просто приходишь, меряешь. Надо... Я себе куплю ролики однозначно. Посмотрите, какая красота впереди. Хотите расширения? Посмотрите на небо. Чтобы получить квантовую таблетку любви, посмотрите на небо. Посмотрите. И теперь на меня. Квантовая таблетка к вам полетела. Мне вчера позвонила... Сегодня с утра после моего эфира позвонила подруга. И говорит, Аленка, ты представляешь? Говорит, я вчера посмотрела твой эфир и сегодня проснулась с другим человеком. У меня, говорит, сегодня такое классное настроение. А было ужасное настроение. Говорит, было просто ужасающее настроение. А твоя квантовая таблетка действует. Представляете? Так что я вам всем советую посмотреть эфир для получения квантовой таблетки любви. Опа! Вот. Что я еще вам хочу сказать? Что человек любит, когда он находится в состоянии творчества. Что бы он ни делал... Например, я вот даже сейчас творчески катаюсь на роликах. Потому что это мое творчество. Еще один из видов расширения. Да? Опа! Мы когда... Мы когда забываем то состояние легкости, нам надо войти в состояние детства. Детство. Расскажи. Вот. Для того, чтобы начать творить, нам надо войти в состояние детства. Да? То есть вспомнить, какие мы, когда мы дети. А мы свободные. А что дети делают? Дети катаются на роликах, на велосипедах. Да. И в этом состоянии, в легкости, когда ты катишься, у тебя невесомость своего рода появляется. И эта невесомость дает расширение сознанию твоему. И тебе классно. От того, что ты катаешься, тебе классно. Переезжаем в Рунденскую. Набережную. И на дорожках с вами. Опа! Опа! Вот сейчас нам прямо классное... В какую сторону мы едем? В эту? Ярослав, в какую сторону мы едем? В ту? Туда? Ну, давай туда. Да, окей. Сейчас я сниму жилетку, потому что мне жарко уже. Хорошо, что у меня есть рюкзак, куда можно положить всю эту штуку. Опа! Вот у нас спортивный город. Мне нравится, когда много спортивных людей. Мне нравится, когда у них классные такие... Видите, все люди знают, как расширяться, как расширять свое сознание, как находить свой творческий ключ. А тут просто классные дорожки для того, чтобы кататься. Ярослав, покажи, как классно распустились уже деревья. Какое классное вообще все зеленое, и небо такое нежно-голубое, да, еще весеннее. Вот вам расширение. Берем Альберт, краски и пиши сразу же. Этот отпечаток, да? Получаем отпечаток. Вот этот вот красивый весенний отпечаток. И сразу же у нас что появляется? Много энергии, изобилие, да? Изобилие мы берем через творчество. А вот чайки какие классные у нас. Надо было хлебушка еще, да? Отмечайте, что ваше сознание в процессе дня фиксирует. Какие вы ощущаете эмоции? Даже можете сделать очень интересный эксперимент с пальцами рук. То есть вы отмечаете большой, большой, да, Б, указательный, У, средний, С, да, безымянный и мизинец. Вот, например, каждый из пальцев отвечает за какое-нибудь состояние ваше. Например, большой отвечает за бабло, да? Что вы, какую вы энергию денежную в течение дня привлекаете себе? И как вы это делаете? Обращаете ли вы внимание, радуетесь ли вы тому человеку, у кого классная машина, классный бизнес, в котором он творчески проявляет себя? Допускаете ли вы эту энергию? Видите, классно, большой палец подняли, да? Вы запомнили этот ключ, да? Вы включили? Раз, включили. Деньги. Как вы тратите деньги? Любите ли вы тратить на себя, а на других? Любите ли вы заботиться о себе, а о других? Как у вас эта энергия с вами взаимодействует? Указательный, да, палец? Что мы будем на указательный? На что он указывает нам? На наши указательные. На что он указывает? На наши цели он указывает, да? Какие вы цели среди каждого дня себе ставите? В процессе каждого дня какие у вас цели? Большие с великом. Большие ли у вас цели, или маленькие? Вы тоже можете смотреть, о чем вы думаете, да? На протяжении всего дня. Средний палец, S, да? Что у нас средний палец? Это состояние. Какие у вас состояния каждый день? В процессе дня, состояния какие у вас? Как вы себя чувствуете? Больше хорошо на позитиве, или больше на негативе? Или больше на позитиве и меньше на негативе? Или только на позитиве? Или только на негативе? Четвертый палец, B, тоже безымянный. Безымянный, но он палец благодарности. В конце дня за что вы себя благодарите? А других за что? Вот вы можете писать себе благодарности каждый день. Безымянный, да? И M, маленький мизинец. Мысли. Ваши мысли. Правило пяти пальцев. Ваши мысли. Какие они каждый день? На чем ваши мысли сконцентрированы? Когда мы вместе идем, что вы думаете? О чем вы думаете? Вот. И когда каждый вечер, придя в свою мягкую постельку, вы ложитесь и пять пальчиков поднимаете своих. И вспоминайте. Вспоминайте, вспоминайте. И таким образом вы начинаете жить осознанно. Опа. Таким образом вы начинаете жить осознанно. Вы начинаете чувствовать себя. Смотрите, какая красота у нас. Оттуда выйдет корабль. Это ваш образ цели. И вы идете там, своего корабля. И вы четко видите цель. И вы знаете, куда идти. И собирается команда. И поднимаются паруса. Совершенно верно. Вот видите корабль. Видите корабль, да? Корабль – это ваша цель. Была такая притча. Индейцы на острове, пока им не показали, что каждый раз к причалу приходит корабль, они не знали, что это корабль. Понимаете? Они его не видели. И когда показали индейцам этот корабль, то они начали его замечать. Так же с вашей целью. Пока вы мозгу не покажете свою цель, вы ее не видите. И вы капитан. И вы капитан своего корабля. Правильно, Ярослав. На мостике стоите. И вы стоите и видите далеко свою цель. И закладываете ее. За горизонтно. За горизонт. Есть небо политика, которая рассказывает о битве шести проектов цивилизационных. Но об этом мы вам расскажем. В следующей серии. Совершенно верно. Стоит снятая? Да. Ты чего им так близко снимаешь? Какие дни мне не нравятся. Да, очень классные. Какие, знаешь, обрубочки.